Здравствуйте! В эфире программа «Юрисконсульт». Сегодня в нашей программе обзор изменений в законодательстве. Правительством Российской Федерации подготовлен проект постановления о переносе выходных дней в 2016 году. Этим постановлением будет установлен порядок переноса дней отдыха в 2016 году. Проектом предлагается осуществить перенос следующих выходных дней с субботы 2 января на вторник 3 мая, с воскресенья 3 января на понедельник 7 марта, с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. В результате в 2016 году нас ожидает в январе 10-дневный отдых с 1 по 10 января, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым. В феврале трехдневный отдых с 21 по 23 февраля, совпадающий с празднованием Дня Защитника Отечества. В марте четырехдневный период отдыха с 5 по 8 марта, совпадающий с празднованием Международного Женского Дня. В мае четырехдневный период отдыха с 30 апреля по 3 мая, совпадающий с праздником Весны и Труда. И трехдневный период отдыха с 7 по 9 мая, совпадающий с Днем Победы. Федеральная налоговая служба России обнародовала письмо номер БС 411-10-412 от 16 июня 2015 года о земельном налоге. Этим письмом разъяснено, что организации собственники земельных участков в Крыму, в том числе не оформившие правоустанавливающие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются плательщиками земельного налога. В письме Федеральной налоговой службы России сообщается о том, что согласно действующему законодательству обязанность уплатить земельный налог за 2015 год предусматривается также в отношении организаций, не переоформивших документы о праве собственности на земельные участки согласно российскому законодательству, имеющих документы, подтверждающие право собственности или право пользования на земельные участки, выданные государственными и иными официальными органами Украины, Автономной Республики Крым или города Севастополя. В связи с отсутствием сведений кадастрового учета, осуществить постановку на учет организаций в налоговых органах по месту нахождения земельных участков в настоящее время не представляется возможным. В этой связи рекомендовано налоговым органам довести до сведения указанных налогоплательщиков информацию о том, что в случае нахождения земельного участка на территории налогового органа, отличного от налогового органа по месту нахождения организации, местам нахождения филиала, представительства или иного обособленного подразделения, необходимо обратиться в данный налоговый орган с заявлением в произвольной форме о постановке на учет по месту нахождения земельного участка. На этом на сегодня все. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону, который вы видите на ваших экранах. До свидания.